Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Елена Бурыкина, тренер студии «Алафранинг». Здравствуйте, Лена! И Андрей Ткачук, ученик студии «Алафранинг», пригласили вас не случайно, совсем недавно ваша делегация принимала участие, ваша команда, в Ярославском полумарафоне. А сейчас вы готовитесь к московскому марафону, который пройдет 20 сентября, и наша команда, наша сборная города Одинцова побежит по Садовому кольцу. Вот хотелось бы все-таки поговорить о том, насколько бег изменил вашу жизнь, но это, конечно же, расскажет, наверное, все-таки Андрей Ткачук. Лена, мне бы хотелось, чтобы от вас мы получили, насколько полезен бег и насколько это все про здоровье. Ну, во-первых, всем здравствуйте! Во-первых, бег должен быть оздоровительный. То есть мы забываем о соревнованиях, да, и в первую очередь человек должен себя оздоровить. То есть, сразу говорю, это не спорт высоких достижений? Да, это физкультура, то есть это обычные пробежки, которые бегутся на низком пульсе, сразу скажу, да, то есть в разговорном темпе. То есть можно взять с собой любого друга, подругу свою, знакомого, и бежать, дышать свободно и ртом, и носом, получать больше кислорода и наслаждаться погодой. Бегать в любую погоду, ничего страшного, сейчас мы идем в осень, просто одеваем дополнительно еще водонепроницаемую и ветронепроницаемую куртку, кепочку и выходим на пробежку. В любую парковую зону у нас очень прекрасный есть парк имени Ларисы Лазутиной, где у нас и проходят наши занятия. То есть можно там бегать, на любом школьном стадионе, который находится рядом с вашим домом. Самое главное встать с дивана, так сказать, и пойти на пробежку. Мне кажется, за последние годы количество людей, которые выходят на пробежку, и неважно, приходят они в парк имени Ларисы Лазутиной, либо просто бегут по улицам города Одинцова, оно возросло. Вот вы как считаете, активность к этому направлению растет? Да, особенно вот по утрам можно это заметить, да, что люди бегут. И вечером, когда люди приходят с работы, это, конечно, очень здорово, потому что мы живем в таком сейчас мире, и очень много стрессов. И это очень хороший такой способ снять вот этот стресс. То есть пойти побегать, попотеть немножечко, продышаться. Но я, конечно, бы не рекомендовала бегать по улицам, где очень много, да, такое большое движение, транспорт. Лучше, конечно, да, уходить куда-то в парковую зону и там бегать. У нас в Одинцово очень такое хорошее место есть около администрации, где волейбольный центр. То есть там такие спортивные площадки. Кстати, открылся стадион, который у нас обновленный, с хорошей дорожкой, такая резиновая дорожка. Вот, поэтому, да, я замечаю, что людей, конечно, стало больше бегать. Но, опять же, скажу, чтобы это было со здоровьем, да, с пользой, надо бегать на очень низком пульсе. Ну, желательно 130, наверное, до 145. А сейчас очень модно, есть разные гаджеты, такие, как спортивные часы. Ну, можно приобрести, там мерится пульс и контролировать, бегать спокойно. Ещё раз говорю, в разговорном темпе. То есть вы бежите, можете разговаривать и не задыхаетесь. Какие плюсы получает организм человека, который включается в эту программу и не разово, а всё-таки продолжительная история, занимается бегом? Ну, да, очень важно, конечно, регулярно бегать. То есть, допустим, давайте вот скажем, человек, который вообще никогда не бегал, ну, хотя бы через день выходить. Два-три раза в неделю. Это будет такая не очень сильная нагрузка. И постепенно увеличивать. Ну, начнём пробежки, наверное, минут с 15-20 достаточно будет. И постепенно увеличивать. Ну, желательно, конечно, это делать под чутким руководством, ну, какого-то наставника. Не обязательно, там, Лены Бурыкиной, ну, как бы пойти в какой-то беговой клуб или какую-то школу, где просто вам наставник составит определённый план тренировок. И постепенно, чтобы не навредить, ну, как бы правильно тренироваться. Ну, я же правильно понимаю, что мы сегодня говорим о людях, в общем-то, непрофессиональных спортсменах, например, как, допустим, Андрей. Конечно, да, обычные люди. То есть просто приходят люди, которые хотят вести активный образ жизни, которые хотят правильно заниматься спортом, чтобы, в первую очередь, не навредить себе. Всё верно, да. Это обычные люди в нашей команде. I love running в Одинцово. Люди, которые днём они на работе, вечером приходят на тренировку. С тренером встречаемся два раза в неделю. Это среда вечер, суббота утром. И делаем, ну, такие обычные тренировки беговые с каким-то заданием. То есть это не требует никакой спортивной от вас подготовки. То есть начинаем... Главное – желание. ...более малого, да. И постепенно увеличиваем. У меня ребята, которые раньше не могли пробежать там 5 километров, они вот сейчас уже готовятся пробежать в воскресенье 20 сентября марафон. Ну, вот как раз, Андрей, ты один из них. 42 километра, не буду называть это вслух, 4 по 10. Почему ты пришёл в бег? Расскажи свою историю. В 15 лет я попал в пограничные войска. И они затянули меня в бег на 7 лет практически. Но потом был всё-таки долгий перерыв. Потом был почти 20 лет перерыв. В какой-то момент стало понятно, что заниматься можно совершенно различными спортивными направлениями. Но есть что-то, что когда-то было, ну, грубо говоря, в базе, где несмотря на... Ножки помнят. Да, ножки должны были помнить. Это потом выясняется, что техники не было, что называется, бежали на молодости и задорья. И все эти ошибки, они начинают вскрываться там 20 лет спустя. Но по факту, да, это там где-то определяющий момент, что если ты раньше бегал, хотя бы чуть-чуть, ну, вот в моём случае, это прямая дорога, что называется, в такое беговое сообщество. Ну, ты сразу, вот когда попал в клуб, ставил перед собой цель дойти до марафона, в общем-то, как-то делать это уже на постоянной основе. Я бы сказал по-другому, что, собственно, в клуб я пришёл через ГТО. Потому что, когда это направление вернулось, стало понятно, что ребята, с которыми я работаю в историко-патриотических клубах, они должны видеть какой-то пример. И более того, не просто пример, что я могу выполнить на золотой значок эти нормативы, но нужно было продемонстрировать, с моей точки зрения, что совершенно не зазорно получить сначала бронзовый знак, его совершенно спокойно носить этим гордиться, получить серебряный знак, носить гордиться, потом получить золотой. И это получается такая длительная история, когда ты постоянно находишься в контакте с вот этими нормативами, когда не теряется, грубо говоря, вот эта вот тенденция к проверке своего здоровья, проверке гибкости, проверке выносливости, потому что ГТО, по сути, это тесты. Насколько ты соответствуешь вот этому образу здорового, сильного, спортивного человека, гражданина, скажем так. И в какой-то момент ГТО просто стало не хватать. Ну, то есть, да, ты его выполняешь, там где-то в году, это несколько раз, когда происходят сами тесты, ты к ним как-то готовишься, но этого мало. И тогда на помощь пришли друзья. И на помощь пришли друзья. Что сегодня дает тебе общение, занятие в клубе «Алафранник»? Ну, здесь, опять-таки, ключевой момент, наверное, даже уже больше в сторону от той деятельности, которой я занимаюсь, потому что, на мой взгляд, может, у кого-то это по-другому, но в 40 лет уже достаточно сложно заводить друзей. По целому ряду причин. В том числе потому, что ты, в общем-то, уже состоялся, ты где-то работаешь, работа, как всегда, выше крыши, и это известная схема – дом-работа-дом. А поддерживать какие-то старые контакты уже очень тяжело. А здесь, получается, первое, и, наверное, такая одна из основных плюшек, что ты приходишь в клуб единомышленников, все стараются, все соревнуются, в первую очередь, сами с собой. То есть, нет такого эффекта, что вот я-я-я-я-я, вперед. Нет, очень здорово, что все разные. У нас в команде, например, есть уникальный доктор, который работает в Сеченском институте в реабилитации, что очень удобно. Обращаться, если что. Повезло. Да, просто я считаю гениально. У него есть друзья, которые, опять-таки, могут помочь и со стельками корректирующими, и там еще с чем-то. Потому что начинаешь заниматься, и внезапно начинаешь в первую очередь обращать внимание на здоровье, на которое ты раньше, например, там… Ну, конечно, ты обращал внимание, но не так. А тут выплывают разные моменты, которые требуют срочно. Вот посмотри сюда, посмотри сюда. У тебя там со стопой уже что-то не так в 40 лет-то в твоей. И вот эти люди начинают помогать зачастую, да, совершенно безвозмездно. Ну, где-то там что-то. Безусловно, там свои нюансы, но тем не менее, это именно дружеская помощь. И у вас объединяет любовь к бегу, у вас объединяют какие-то вот такие моменты. Плюс, вот как уже сегодня говорилось, мы взяли вдруг и поехали командой, и там почти 18 человек в Ярославле. Я больше чем уверен, что, может быть, мы не были самой крупной командой, но то, что одно из самых крупных – это 100%. Вот 100%. Потому что такой тусовки там больше не было. Поехали с семьей, с женами, с детьми. С группой поддержки поехали. Стояли девочки с флагами. Они поддерживали ребят. Пока тренер бегал везде по петельке, как по трассе, пыталась найти своих спортсменов. Ну, то есть, а их же много, мне надо было их каждого поддержать. Каждому сказать слова одобрения, кого-то наоборот подстегнуть. Давай, давай, ты можешь. Давай, там уже до финиша осталось немножко. То есть, настолько это все было, поездка очень эмоциональная. Сам Ярославль очень красивый. Мы вечером накануне делали паста-пати. Это традиционное. Перед каждым таким длинным забегом. Мы кушаем макароны. То есть, запасаемся углеводами, чтобы их было побольше, чтобы была энергия на чем бежать. Мы сняли небольшой такой в кафе, в ресторане, так можно сказать, столик. И все наши дружные компании встретились, поужинали, пообщались. Поделились кто-то планами своими, кто как хочет пробежать. И, конечно, сейчас ребята, у них в основном разговоры. Какой у тебя следующий старт? А что ты планируешь пробежать? Они делятся своими мыслями. И мы уже планируем, после московского марафона, это не будет точкой какой-то. Это наоборот, только один из этапов. Это только начало. Да. То есть, соревнования всех, что были весенние, перенесены на осень. То есть, сейчас очень много. В том числе, мы готовимся еще и в ноябре посетить город Сочи. Может быть, еще такой же дружной компанией и поедем туда. Конечно, очень большое значение имеет мотивация. Зачем ты это делаешь? Допустим, я думаю, что 100% Андрей также пришел. Ну, посмотрю, что там за школа бега, чему они могут меня научить, что дать мне полезного. Он пришел, вот на определенный курс обычно приходит в школу бега. Мы ставим технику бега. Ну, я ставлю. То есть, я смотрю на человека, я ему говорю, вот ты тут, товарищ, бежишь неправильно, тут у тебя ручки вот так, ножки давай ставим так. Ты очень быстро бежишь. Что я говорю все время Андрею? Я говорю, Андрей, какой пульс? Андрей, давай спокойнее. Да, он человек такой активный, очень импульсивный. Вот, поэтому я немножечко всех торможу, так сказать. Для этого тренер, может быть, и стоит. Вот, потом человек проходит первый этап, так сказать, и он, ну, что дальше? Вопрос, да, возникает. И мы такую даем ему затравочку. Говорим, слушай, а вот там есть такой классный пробег. Ну, давай вот пробежим там 5 километров. Ну, то есть, смотрим, как человек себя чувствует. Вот, а можно там и 10 километров. И, допустим, многие девчатки говорят, да я, наверное, не пробегу. Но подожди, вот ты на тренировке бежала, вот ты размялась. Потом там, да ты же больше пробежала. И человек осознает, что на самом деле-то, ну, это не так-то много. И никто не просит быстро бежать. Самое главное – преодоление дистанции. И у нас вот ребята постепенно, постепенно с 5 километров начинают бежать, потом 10. Потом некоторые задумываются там, допустим, на полумарафоне, это 21 километр. Конечно же, тренер, я даю совет, что не торопись. Давай мы, наверное, еще немножечко потренируемся. Очень важно не только бегать, но и укреплять мышечный корсет. То есть мы делаем тоже упражнения на укрепление, очень важно, стопы. Многие, вот как Андрей сказал, да, приходят люди, кто-то с плоскостопием, кто-то с завалом наружили вовнутрь стопы. Поэтому приходится обращаться к нашему доктору Николаю, чтобы делать, может быть, какую-то коррекцию стельками. Потому что от того, что начинает человек бегать и говорит, о, у меня там заболела стопа, наверное, бег вреден, я бегать не буду, да. Потом человек делает себе стельки, начинает бегать и все, ну, исправляется. Еще раз говорю, бег должен быть оздоровительный, да. То есть это никто не просит никого бежать с сумасшедшей скоростью или там какие-то рекорды бить. Ну, при желании, конечно, и это можно сделать. Но в основном, конечно, мы бегаем оздоровительный бег для здоровья. Что почувствовал, когда пришел на финиш на Ярославском полумарафоне? Это хороший вопрос, но я не знаю, как на него ответить. Потому что это же очень комплексный момент сам по себе. Потому что, во-первых, это финиш. Во-первых, уже психологически тут же наступает эффект такой разгрузки тотальной. Во-вторых, меня там встречали на этом финише. В-третьих, там все-таки фотографировали. То есть там ты отдыхаешь, и вот он водопой наконец-то. И вот уже ты понимаешь, что все, надо своих там где-то встречать. То есть это сложно объяснить телезрителям, потому что это тот опыт, который можно только пережить. Но это того стоит? Вот все те усилия, которые были приложены за это время. Все те занятия, тренировки, часы, которые ты мог просто остаться дома, с семьей, полежать на диване, ничего не делать. Или заняться каким-то другим делом. Но ты все-таки потратил на свое здоровье. Дело все в том, что когда мы так формулируем, то начинает складываться впечатление, что существуют какие-то невероятные потраты, невероятные вложения по времени. Что это какие-то там тренировки, супердисциплина, что что-то там где-то как-то на самом деле нет. Мы уже слышали, что накануне полумарафона вы ели спагетти, так что какие уже туда макароны. Ключевой момент то, что... То есть все очень так. Да. Если представить, что есть человек, который лежит на диване, для него это лежание на диване, оно одномоментное. Что вчера он лежал на диване, что завтра он лежит, он не сможет потом это во времени как-то представить. Для него это просто... Вот дом, работа, дом. И по замкнутому кругу он идет, это время схлопывается. Ну, если можно так выразиться. Здесь же это получение удовольствия от общения. Получение удовольствия от того, что ты... А ты, оказывается, можешь быть дисциплинированным человеком. Ты приезжаешь вовремя на тренировки, ты что-то там делаешь, еще там целый комплекс мероприятий. Ты пообщался, ты оздоровился, ты чувствуешь себя лучше, чувствуешь себя бодрее. И тут внезапно еще наступает такой момент, который можно назвать как спортивный туризм. Потому что некоторым, например, в Ярославле уже нет незнакомых каких-то мест. Они там были 2-3 раза. И зачем мне поехать еще раз в Ярославль? А у меня там спортивное событие, туда едут мои друзья. И я туда приехал, предположим, вот как мы, мы же очень экстремально все сделали. Мы приехали вечером, переночевали, пробежали и в этот же день уехали. То есть, это очень такая вспышка буквально ярославская получается. Может быть, имеет смысл, конечно, на 2-3 дня приезжать хотя бы. Но суть в другом, что да, мы и в Ярославле побывали, и все-таки что-то посмотрели. И посетили ряд общепитов ярославских, конечно же. И при этом получили вот эту вот массу эмоций, которая там была. Поэтому здесь было бы уместно говорить о том, что это все-таки другой образ жизни. Что там, грубо говоря, если меня спросят, а что ты делал там 20 сентября 2020 года? То если я лежал на диване, то, скорее всего, я скажу, что он, как всегда, работал. А если сейчас посмотреть, да, это же уже многие там заметили, что если сентябрь аккуратно выкинуть, то получается 20-20-20. Это культовое число. Это, ну, опять-таки, пробежать. Это мы опять переходим к тому, что есть что-то, что нельзя объяснить. Можно только это почувствовать. Когда ты бежишь, и с тобой бежит 20-30 тысяч одномоментно. Это, ну, это колоссальное ощущение. Это 30 полков с тобой куда-то там бежит. К финишу. Кто куда. К финишу. Кто куда. Кто домой. Я скажу больше. Наши ребята планируют свой отпуск. Вот, допустим, вот сейчас уже люди там думают, вот весной, дай бог, Европу откроют. А не поехать ли нам на Кипр пробежать полумарафон? А там еще в Барселоне ведь есть полумарафон. То есть они сейчас отпуск свой планируют, чтобы посетить, ну, какую-то страну. И есть ли там в это время какой-то пробег. То есть уже жизнь. То есть это действительно становится жизнь. Да, да, да. Отъемлемой частью. Как вот говорят Андрей, такой спортивный, да, туризм. Ну, то есть ты не просто так поехал. Да, конечно, мы отдыхаем. Но эти эмоции ни один наркотик не даст. Правильно. Ну, правда. Когда мы бегаем, у нас вырабатываются гормоны счастья, эндорфины. Да, то есть человек пробежал, и ему хорошо. Он, ну, дождик, да. Вот вчера была тренировка. Лил дождь. Но люди вышли на тренировку. Да, это пугает. Льет там дождик, все мокрые, лужи под ногами. Но вы не представляете их лица. Они бежали, все улыбались. Я говорю, ребят, ну как, холодно. Они, да нет, нормально. Быстро переодеваемся в сухую одежду и по домам. Самое главное после бега не остывать, не мерзнуть. Переодеваться и в сухое помещение. И тогда вы 100% не заболеете. А наоборот, еще и закалитесь. Потому что сейчас хорошее очень время начать бегать. То есть не так сильно холодно. Холодает постепенно. Поэтому наша Одинцовская группа. У нас нету здесь никаких манежей, ни залов. Мы всю зиму бегаем на улице. Это очень здорово. Ребята приходят, не боятся. Одевают. Ну, у нас такая многослойность. Мы одеваем теплые кофты, куртки сверху. Но сильно мы, конечно, не одеваемся, потому что будет жарко при беге. Это сначала вроде прохладно. Потом, когда человек бежит, он согревается. Температура тела повышается. И самое главное, не стоять, не остывать. Потом переодеваться. На Лазутинском нашем парке есть замечательные раздевалки, где ребята переодеваются. Все прыгнули по машинам. И некоторые берут с собой термос. В том числе и тренер берет. Всегда там своих ребят угощают. Если вдруг там замерзли, ребята говорят, давайте в горячий чай. И тренировка закончилась. Обсуждаем быстренько и по домам. То есть это такой вот уже как стиль жизни получается. Спасибо вам огромное, что сегодня были с нами. Я надеюсь, что после нашего интервью появятся те, кто проявит интерес к здоровому бегу. И, возможно, освоит это направление. И мы услышим новые имена на московских марафонах. А, возможно, и марафоны в Барселоне. Кто знает? А, возможно, и еще где-нибудь по Золотому кольцу. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok